Продолжаю рассказывать о стандартных подпрограммах Паскаля и сегодня разговор о функции из трех букв. Но это не матершинное слово, а обычное английское слово, точнее не слово, а аббревиатура. И называется это функция EOF. Итак, это слово сложилось из словосочетания EOF файл, то есть конец файла. Ну, в общем-то, как понятно из названия, теперь уже, надеюсь, вам эта функция проверяет конец файла, то есть при переборе элементов файла, когда будет достигнут конец файла, эта функция может определить, что это именно конец, и именно файла. Синтаксис вы видите сейчас на экране, то есть возможны три варианта. С помощью функции EOF, как я уже сказал, можно определить конец файла, ну и не обязательно файла, это может быть, например, таблица базы данных. Функция EOF возвращает истину, если файловый указатель достиг конца файла, или если файл пуст. То есть, если файл ничего не содержит, то эта функция также сразу же вернет истину. Во всех остальных случаях EOF возвращает ложь. Если файл EOF не указан, то используется стандартный ввод, ну, например, ввод с консолей. Обратите внимание, что вызов этой функции может заставить вашу программу ждать каких-то событий, потому что для определения положения файлового указателя необходимо прочитать данные. Если файловый дескриптор не является реальным файлом, например, для стандартного ввода, или для сокетов, или для портов ввода-вывода и так далее, то этот вызов может привести к зависанию программы в ожидании появления данных или закрытия файлового дескриптора. Ну, например, если вы вызвали эту функцию, когда открыли для чтения компорт, а на компорту нет никаких данных, то есть ничего туда не поступает, то эта функция будет ждать поступления данных и не сможет, соответственно, найти конец файла, и программа ваша зависит. То есть она будет ожидать, ожидать бесконечно, и ничего не дождется. В зависимости от состояния переключателя, отключения ошибок ввода-вывода, и при наличии ошибки может быть сгенерирована ошибка времени выполнения. Вот. Ну, если вы не понимаете, о чем идет речь, то советую вам почитать мою книгу «Директивы компилятора». Ссылку найдете в статье под видео. А сейчас пример программы. Вот у нас объявлено два файла, два типизированных файла типа Word, и здесь мы выполняем простые действия. То есть связываем переменные с этими файлами. Сначала просто записываем какие-то числа в файл, с которым связана переменная fr, это файл fr.dat. А потом мы читаем этот файл, последовательно, то есть каждый элемент перебираем этого файла, вот здесь, вот в этом цикле, и читаем, и сразу же записываем в другой файл, который связан с переменной fw. Таким образом, мы один файл копируем в другой. Но нас-то больше всего волнует, конечно, использование функции eoff, то есть цикл while not eoff, то есть пока не кончится файл, мы делаем вот эти, выполняем действия. То есть читаем элемент одного файла, записываем его в другой. Ну и напоминаю, что функция riot при работе с файлами, она последовательно читает элементы, записанные в этот файл. Ну а дальше ничего необычного, просто закрываем эти файлы и все. Ну давайте откомпилируем программу и проверим, убедимся, что все произошло именно так, как мы хотели. То есть вот они у нас, эти файлы созданы. Как вы помните, сначала мы создали файл fr. Давайте посмотрим, что у нас в этом файле, в 16-ти речном редакторе. Ну, как видите, все, что мы ожидали, то есть числа от 0 до 32. А потом, вот здесь мы с помощью цикла и используя функцию eof для определения конца файла, просто последовательно элемент за элементом скопировали все элементы из одного файла в другой. Таким образом полностью скопировали этот файл. Давайте также его посмотрим и убедимся, что, в общем-то, у нас все то же самое. Так, давайте вот сейчас вот так вот я сдвину. Ну, вот видите, файл fr. 1.0.2.0.3.0.4.0.5. И fv, то есть все то же самое. То есть полностью мы это все скопировали. Ну, в общем, мы молодцы. Мы научились использовать функцию eof. Ну, а чтобы не пропустить следующее видео с рассказом о других стандартных функциях Паскаля, подписывайтесь на канал в YouTube, на обновление сайта. Ну, и не забывайте ставить лайки, делиться с друзьями и так далее. Пока!